Раки, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на февраль месяц. И первая карта для вас, карта мира. Карта мира показывает, что здесь для некоторых может быть, что будет какое-то путешествие. Вот может быть предложение какое-то куда-то поехать, отдохнуть. Может быть переезд какой-то. Но здесь еще говорится для мужчин и женщин. Сохранить ваш мир или разрушать, все зависит будет от вас. Уничтожать то, что у вас на данный момент есть или сохранить. Все зависит будет от вас. Вот может быть вселенная нам дает какие-то возможности, но все это сохранить, все будет только от нас зависеть. Давайте посмотрим следующая карта. Карта шестерка кубков. Шестерка кубков будет, знаете, воспоминания о прошлом. Вы будете входить уже в начале месяца. Опять вот такое состояние, когда вы не можете отпускать свое прошлое. Для тех, которые в отношении вы прошли, даже если вы находитесь в отношении, вы все-таки вспоминаете прошлое отношение. Для тех, которые одиночек, то все-таки, знаете, вы сами себя изнутри можете разрушать. То, что вы не можете отпускать свое прошлое. И я хочу сказать, почему здесь карта мира. Старайтесь сохранить вот то, что на данный момент есть. Даже если в отношении, даже если одиночек, вот может быть даже старайтесь сохранить ваше внутреннее состояние, чтобы в будущем у вас какие-то перемены не были. Давайте посмотрим следующая карта, что показывает на начало ту жезл, ваше стремление брать жезл в ваших руках. Может быть то, чтобы вы сохранили то, что на данный момент имеете, и разрушить воспоминания о прошлом. Может быть перемены в прошлом были хорошие, может какие-то плохие воспоминания. Но то, что вы вначале это должны делать сами, это однозначно за вас, это никто не будет делать, кроме как вы примите решение оставить ваше прошлое. Давайте посмотрим следующая карта, что вам выше силы на середину. Девятка Пентакли. Девятка Пентакли показывает ваше бездействие. Ваше бездействие, знаете, вас может привести в такое состояние, пустотное депрессивное состояние. Здесь может быть, может вы почему себя разрушаете изнутри, здесь как будто в ожидании, что может кто-то напишет с прошлого. Здесь может ждёте какое-то сообщение, какой-то информации, чтобы человек будет вам звонить. Но здесь не нужно это сделать. Почему? Потому что здесь вы можете разрушить себя, можете разрушить те возможности, те цели, которые вы ставите в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта Тройка Жезлов. Тройка Жезлов показывает, что вы будете стоять в середине месяца перед выбором. Если это касается рабочих моментов, если это касается отношений, вы будете этот выбор сделать. Вам придётся его сделать, потому что, чтобы у вас какие-то перемены происходили. Давайте посмотрим следующая карта, что вам высшие силы подсказывают. Карта Башни. Разрушайте свои стереотипы. Разрушайте свои какие-то привычки. Может привычки то, что вы в ожидании чего-то, то, что вы хотите что-то. Но здесь нужно разрушать. Потому что пока вы это не сделаете, за вас никто это не сделает. Никто за нас не может принять какое-то решение, пока мы сами не сделаем. Но вам это нужно будет сделать. Здесь вот может быть то, что, знаете, просто у вас может быть даже на середине очень быстро происходит. Вы будете стоять перед, знаете, вот такой состоянием, когда вы устали, когда у вас нет энергии. И уже вот в середине вы скажете, хватит, да? Я хочу идти вперёд, да? Я хочу пойти перемены. Я хочу найти новую работу. Я хочу выйти из этих отношений, которые нету чувства, нету. Но это только вы сами можете делать. Давайте посмотрим следующую карту. Это на конец месяца. Королева мечей. Королева мечей показывает более относиться хладнокровно в конец месяца. Вот более не эмоционально реагировать, а более, вы знаете, поставить какие-то точки над ей, да? Плюсы и минусы, да? Убрать каких-то людей из вашей жизни. С кем вы хотите общаться, с кем вы не хотите общаться, в каких отношениях быть, на какой работе. Вот в этом, знаете, вот именно в конец месяца нужно будет, вот знаете, расчищать свой путь, да? Освободить ваш путь для того, чтобы что-то новое в вашей жизни пришло. Давайте посмотрим следующую карту. Следующая карта. Семёрка мечей. Семёрка мечей показывает, знаете, может нужно будет вот расчищаться от каких-то людей, да? От таких людей, как энергетические вампиры, когда крадут, может быть, даже если касается ваших идей, ваша финанса, может быть, вот может это обмануть по-хитрому, что-то им, что им нужно, что-то... Здесь даже может быть, если это родственники, если это... Здесь может сказать, что эти люди, которые вы сами допускали рядом с вами, да? Которые вы сами им разрешили быть рядом с вами. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы говорят, что вам советуют на протяжении всего месяца. Девятка мечей. Даже через осознание, даже то, что вам тяжело, то, что вы осознаёте, что тяжело отпускать человека, который много лет был рядом с вами. Тяжело уйти от такой работы, когда вы знаете, что ну хотя бы она стабильна, может я не зарабатываю, то, что... Да, но самое главное, вы должны это осознать. Вы должны осознать, что это не приносит никакое счастье, никакого дохода, никакого блага вашей жизни. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся в этот номер телефона, который указан на экране. Для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.